Артавраг Антон сейчас расскажет Из-за того, что мы уделяем внимание воде Первый наш конкурс Плод мечты Вот Антон Кочуркин Он вместе с Юлией Бычковой Два главных куратора Артавраг 2017 года И Антон сейчас Собственно говоря, приведет мастер-класс Меня зовут Мария Федоренко Я занимаюсь связями со счастьем Я хочу предупредить Что Вот вам анкеты уже кто-то получил Мы хотим узнать, что вы думаете Об образовательной программе Чего вообще хочется, чему хочется получиться Какие знания хочется получить Мы хотим сделать действительно интересную образовательную программу Поэтому будьте добры, заполните анкету, пожалуйста А в конце будет небольшое угощение После мастер-класса Не стесняйтесь, пожалуйста После того, как Антон закончит свой рассказ Задавать все вопросы Потому что мы хотим, чтобы Заявки, которые вы подадите на конкурс Были интересными Чтобы ошибок не было Чтобы вы поняли правильно Антона Поэтому не стесняйтесь Он на все вопросы ответит Добрый день, спасибо, Маша Рад приветствовать всех в этом зале Очень радостно, что здесь такая молодая аудитория есть И постарше Это очень приятно, что такой интерес вызывает этот конкурс Добавлю немножко про слова Маши В этом году фестиваль «Автобрак» будет представлен Действительно на пруду На Верхневыксенском пруду будут плавать Большие плоты разных конструкций Абсолютно разных, пока еще неизвестных И вот среди этих плотов одна конструкция, она разыгрывается На конкурсной основе среди вас и всех желающих Важно, чтобы в этом конкурсе принимали участие именно горожане Да, все остальные люди даже там за границей могут участвовать Но только если есть в составе команды Есть один горожанин из города Викса Это важно Вообще фестиваль будет представить собой не только такие плоты Также образовательную программу Которая уже начнется с марта И вот в том числе Деколепси Будет сеть таких образовательных программ О которых мы расскажем позже, через несколько дней И музыкальная программа, спортивная программа Ну и в общем все, все, все И даже будет большая выставка Которую мы сейчас готовим с политехническим институтом С политехническим музеем И эта выставка будет в местном городском музее Она будет посвящена воде Итак, я начинаю сейчас рассказ про плот В конце, в самом конце лекции Я расскажу, какие ограничения есть у нас При проектировании, при эскизировании Тоже есть какие-то вещи, которые нужно учесть Это будет в самом конце Но самое главное, основное время Я потрачу на такую образную историю Потому что все-таки мы все здесь делаем Что-то интересное, что-то новое Потому что это плот Это некое общественное пространство Надо понимать Такой плавучий парк Потому что пруд, он вообще принадлежит всем горожанам И это полноценное общественное пространство Мы используем пляж, мы используем берега Мы ходим по набережной, смотрим достопримечательности Там прогуливаемся, не знаю, с девушкой Или гуляем Но также может быть еще что-то, что плавает И что украшает этот город Ну как, не знаю, как плавучая беседка парковая, например Или место, где можно отдохнуть Посидеть на скаминке И понаблюдать за окрестностями Потому что никто не может увидеть Нет возможности увидеть красоту этого пруда изнутри Надо изучить тех, у кого есть лодка И кто может плавать по этому пруду И наша задача Мы хотим сделать это доступным каждому Поэтому-то и мы решили сделать этот конкурс Перед тем, как я расскажу о технических параметрах этого плота Я хотел бы проиллюстрировать несколько проектов На которых мы специализируемся И которые помогут также, я надеюсь, взбодрить атмосферу Потому что все, что в этой презентации Это касается архитектуры и искусства И я попытаюсь рассказать, почему это искусство появилось Почему оно такой формы Как бы дать разные направления Если будет что-то непонятно Даже можно принимать руку и спрашивать в течение лекции Итак, я начну С первого проекта Который мы делали в 2010 году В далеком французском городе Дюнкерк Это, кстати, центр тяжелой металлургии, но в прошлом у Франции Сейчас это депрессивный город, из которого увольняются жители Их увольняют с завода Порт, который был в этом городе, тоже переехал на 30 километров южнее по Атлантике И, в общем-то, в городе была большая беда И чтобы остановить некоторую такую культурную деградацию За которую тянется уже отъезд жителей Администрация города вместе с культурными активистами Начала такую программу обустройства водяных маршрутов Потому что в городе есть каналы И некоторые такие эпицентры начали задействовать В том числе пригласили нас Поскольку мы уже имели опыт успешного преобразования депрессивных территорий Мы предложили такую программу Обустройство старой набережной И создание маленьких плавучих конструкций Которые впоследствии перемещались и шли по этим каналам И в том числе и один из наших принципов был Это работа с местным населением В коллаборации с местными жителями совместно Художник Николай Полиский сделал вот это произведение искусства Это спутник упавший Который сделан полностью из материалов От этого уже закрытого завода Вот такая вот вещь Кстати, она сделана вместе с местными тюремниками То есть они помогали по указу мэра Они помогали художнику реализовывать это произведение Все остались очень довольны И город сэкономил достаточно много денег На вот этих вот работах Вот это вот такая иллюстрация развития сети каналов При помощи таких небольших плотов В том месте, где причалил плот Начиналась городская активность И оттуда энергия дальше распространялась на другие территории Следующий проект, который мы сделали в прошлом году В составе большой команды Это конкурс набережных в Казани Где мы предложили такую гибкую структуру Вот сеть точек, сеть станций И вокруг каждой станции мы выстраивали городские активности И самое главное, что мы предложили такую систему Создание разных плавучих конструкций Там сцены, какого-то сада, каких-то беседок Игровых павильонов, там павильон лабиринт был Какой-то акустический павильон, детский павильон И все это по задумке плавало, собиралось в единую платформу Или разъединялось Тем самым привлекая жителей И создавая такие новые, осваивая новые территории И вот эта конструкция взяла Когда шла следующая очередь застройки Она переплывала просто на следующую точку Следующий проект Уже еще ближе к воде Точки зрения Он был реализован летом прошлого года В городе Самара На набережной Самарской Это вторая очередь Для тех, кто знает вторую очередь набережной И он представлял четыре типа наблюдения за Волгой Кстати, вот о чем наш проект Мы же хотим, чтобы этими средствами, плотами Была акцентирована красота вот этого места, этого пруда И вот этот проект, он тоже про это Вот была придумана система четырех смотровых площадок Смотровой качели Где человек мог индивидуально смотреть на закат, на ландшафт, на реку Следующая площадка Игра в Меандр Это наблюдение на Волгу через игру То есть, чтобы человек мог забраться и увидеть Волгу Он должен был пройти лабиринт Еще один проект «Картина» Точка для коллективного наблюдения Это такой небольшой павильон Обитый ковролином Внутри которого просто было большое окно И люди собирались там вместе И смотрели на Волгу И Мобиль Это придумали самарские ребята Который мог ездить по этой длиннющей набережной Потому что самая длинная набережная в Европе И вот можно было смотреть на Волгу из разных точек Теперь посмотрим, как это выглядело в натуре Вот эта площадка через игру Где мы преодолеваем лабиринт в игровом режиме Там придумались всякие квесты Забирались на высокую платформу Те, кто нашел ее И смотрел на Волгу Следующий проект Смотровые качели Точки индивидуального наблюдения Это конструкции, которые качались Действительно, как большие качели И люди с них просто не слезали Потому что им было приятно сидеть Качаться и смотреть на прохожих Смотреть на Волгу И вот этот проект вообще Пользовался бешеной популярностью Как только он появился Тут же появились люди Которые оттуда просто не выходили Там устраивались фотосессии Туда приходили целые топы Команды, компании И днем, и ночью Не было отбоя Вот так он выглядел днем Там просто все было битком забито А вот эта вот нижняя картинка Раннее-раннее утро Часов в семь В семь утра Можно представить Уградный день в семь утра Даже там ходили смотреть На Волгу Что удивительно Самарцы стали наблюдать Стали смотреть на Волгу Стали обращать на это внимание На эту красоту Судьба этого объекта удивительна И в одну ночь его не стало То есть его просто вот украли Это удивительный случай И он просто исчез Такая вот судьба объекта Об этом писали местные газеты Ну, в общем, был такой большой Информационный всплеск А вот последняя из этой серии объектов И мобиль, который понравился детям Вот эта вот площадка, которая каталась Там можно было по-разному сидеть Даже лежать И смотреть в разные окна и щели Вот она Другой подход Это уже не про воду Но тем не менее Это тоже про искусство Потому что вот важно Что каждый объект Он в себе что-то содержит Такое философское Да, вот это вот важно поймать Или он отражает Какие-то вот состояния Которые там Есть в обществе Где-то в мире Какие глобальные тенденции Да, это все тоже искусство Это как-то выражает Своими средствами возможными Это Никола Ленивец Далекая деревня Калужской области В депрессивном районе Который называется Дзержинский район Калужской области И 20 лет назад Там поселилось несколько художников Потом приехали мы И в общем-то Там появился фестиваль Расстояние В 2006 году Прошел первый фестиваль Кто-нибудь слышал про расстояние? Или нет? Вот Вот фестиваль Расстояние Сначала Был Николай Париский Который художник Который Ставил делать что-то Из местных материалов Но о нем мало кто знал В деревню никто не ездил Потому что там плохая дорога Все те беды русские Которые склонны нам Свойственны нам Особенно глубинки И в общем-то Это место было никому не нужно И вот в какой-то определенный момент В 2006 году Мы решили собрать Архитекторов разных И предложили им Что-то построить там Прошли с ними Эту территорию Как-то с каждым Все это проговорили Чтобы это было интересно То, что мы хотели Сообщили Некое наше впечатление Поделились им И в общем-то Получилось зажечь Этих архитекторов И так вот Появилось Несколько Первых объектов Архитекторов Дальше мы продолжали Уже в следующем году Делать фестиваль Несмотря на то, что у нас Не было финансирования Да, мы горели этой идеей Территория вокруг деревни Расширялась Вот красная Вы видите Такую зону Охвата фестиваля Так она росла 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 И Потом уже стали Стало не только искусство Появляться Приезжали уже люди Которые Меняли прописку Это удивительно Что Горожанин Менял прописку Останавливаться Деревенским жителям Таких Есть несколько семей Появлялись какие-то Мелкие бизнесы Небольшие Развивались Местные люди Там уже Есть несколько семей Которые Плотно Завязаны В сфере питания Есть несколько семей Которые Классичном бизнесе Завязаны Есть Одна семья Которая Занимается Охраной Всего этого Ну то есть Такие вот На самом деле Деревни Которая начала жить То есть Новая жизнь Деревни Это Такой конечно Уникальный случай У нас в России А сейчас Когда искусство Да Средством искусства Искусство приводит К новой жизни К возрождению Итак Вот это вот Первый проект Духи Ландарта Да Который был сделан Караполинским 200 снеговиков Которые появились Почти случайно Он экспериментировал Со снегом Там Слепил Вместе с местными Пацанами Несколько снеговиков И заглотил Каждому по 10 рублей И Дальше уехал В Москву А потом вернулся Через неделю Вот за эту неделю Прошел стух По деревне Что За каждую снеговика Дают 10 рублей И вся местная Молодежь Собралась Пришла И вот всю неделю Плотно и упорно Делала снеговиков И когда Николай приехал Он просто ахнул Он увидел Вот это вот Величественное произведение 200 снеговиков Которые шли куда-то Вот туда В Угру Это же территория Стояния Великого Да Ну Неизвестно точно Где она Но тем не менее Эта территория Она есть Да На карте Вот Угра Великое стояние На реке Угра Вот И Эти снеговики В общем Это такая была Знаковая работа Она Вот она уже Прозвенела Как-то В сообществе Искусствоведов Ее заметили И Уже отношение Изменилось Да Это такой новый Был виток В искусстве Вот И дальше Николай Вдохновившись этим Уже не отпускал Тех ребят Ему пришлось Конечно Заплатить каждому Раскошелиться Вот Но тем не менее Стал продолжать работу И Зачинял Из местных материалов Вот разные объекты Там Дровник Вавилонскую башню Сено сделал Да Маяк Медиабашню Из Иовых прутьев Ну и в общем Так продолжал Экспериментировать С местными материалами Дальше уже Вот мы Подоспели Поскольку У него тоже Были разные Периоды Наша Совместная идея Сделать фестиваль Она еще больше Привлекла Внимание К этой территории И вот Появились Такие объекты Сделаны Уже известными Мэтрами Например Такой вот Сарай Испещенный В дырочку Очень Интересный Объект Например Днем Когда туда Заходишь То ты видишь Все что происходит Вокруг Если солнце Есть Это работает Как Кружево Как китайский фонарик А ночью Когда ты наставишь Лампочку То он весь светится Вот был сделан Такой полмост Надежды Деревянный Консоль 20 метров Вход Деревня Николинец Ухо Николино ухо Которое стоит До сих пор А молодым архитекторам Мы предложили Заняться сортирами Надо же было Придумать Какие-то Экологические Сортиры И вот Один из них Это шартир Экологический туалет Который держится На шаре С гелием После фестиваля Шар спускается И ничего не остается То есть Очень экологично Другие проекты Этого года Участвовали Известные Архитекторы Вот Алексей Козырь Сделал такой Блиндаж С красивейшим видом На угру На самом деле Блиндаж Не знаю Чтобы там Кого-то отстреливать А просто сидеть И наблюдать За этим видом Александр Бродский По-другому подошел Он сделал Вот такую вот Кроватку Потому что считал Что ничего не нужно Не ходит И там просто Можно просто лежать И любоваться На этом стволе Следующий год 2007 Тема граница Появилось множество Объектов Уже в первом году И возник вопрос Границ влияния Этих объектов Границ пешеходного Движения В общем мы столкнулись С некоторыми проблемами Которые повлияли На эту тему И на второй год Мы уже Осознанно Пригласили Двух человек На фестиваль Это был Николай Полицкий Как местный гений А второй человек Из-за рубежа Это Эндр Энгезе Известнейший Архитектор В мире ландшафта Голландец И вот Появилось Два таких Больших проекта Такая вот Дуэль появилась Граница империи Проект Вот этот объект Виден издалека И отовсюду И такой павильон шишек Это прямоугольник Это стены Прямоугольный периметр И стены Стены полностью Сделаны из шишек То есть Вот такой металлический каркас Который был засыпан Этими шишками То есть Вот так вот Он поступил С местным материалом Туда можно было Подняться И спуститься Внутрь Внутри Росли три сосны Вот после Внутри Они очень хорошо Себя начали чувствовать То есть Они вымахали Гораздо выше Чем все остальные Окружающие сосны Которые стоят в лесу И наконец 2008 год Нам уже стало Тесно на территории Кроме того Что Мы это делали Все не согласованно Когда территория Принадлежала Национальный парк Укра Это федеральная структура У нас начались конфликты И чтобы уйти От этих конфликтов Мы решили сделать Фестиваль на воде Освоить воду Таким образом Реку Угру И собственно Сделали такую флотилию Из пяти Плотов Да Тема этого года Уже называлась Мой ковчег Да Она как бы Отражала Некоторые позиции В сфере Чем тогда Что тогда было В обществе В обществе О глобальном потеплении Говорилось очень много И каждый художник Делал такой дом Убежище на воде Да Это несколько отличается От нашей задачи Да Задачи нашего фестиваля Но как пример Я все-таки хочу это показать Эти проекты Слишком архитектурные Может быть кому-то Они покажутся скучными Но в них есть Определенные остроумия Вот например Плот Татана Газумбаева Он сделан полностью Из крышек Крыши из крышек Короб Вот этот домик Из коробок Икеи Вот И внутри у него Есть несколько этажей Еще Вот А вот Вот например Сами Лерентала Это финский архитектор Сделал такой блок Бани Но это конечно Тоже не для нас Это слишком Слишком буквально Такая баня Это не про Не про Виксу пока Скорее Мы хотим Что-то такое Вот Более Прикновляющее Парковое Сейчас я вам покажу Видео С этого фестиваля Это как все строилось В основе В основе этих плотов Были использованы Пантоны Пластиковые Которые Мы предлагаем Использовать Здесь В территории Киево-Луцинского Пуда Они очень Мобильные Каждый Пантон 50 сантиметров И из них Можно создать Любые конфигурации Вот видите Видны эти Пантоны Да Но их можно Зашивать Хоть до самой Моды Тогда мы Эти не зашили О Какая причина Вот это вот Плота Александра Пономарева Художник Который Всю жизнь Работает С какими-то Такими Морскими Материалами Кошень Вот так вот Шло управление Эти плотами Баграми И звездами Вообще Конструкция Тяжелая Но управлять Ей можно Кошень Вот иногда Не садились на мерь Потому что Река Угра Отмелела Одного Не знали Приходилось И вот так Вот тащить Когда шла Эта флотилия Первый поход Это было Около Пяти часов Мы прошли Тринадцать километров От деревни По комнату Никола Ленивца У нас Дорога Переклылась Нам повезло С погодой Потому что Солнце яркое Сменялось Такими шуткими Ливнями И местами Картина Превращалась В настоящий Ной Потоп Вот А ночью Это превращалось В такое место Тусовки Там Зажигали Свечи И В общем Народ Там Играл На гитаре И Общался А кто-то Там Даже И жил Команда Которая Делала Эта флота Она Там Жила А это Мы уже Встречаем Флотилию Деревня Звижи Это Последняя Точка Куда Приставали Эти плоты Вот После сильнейшего Ливня Который Обрушился Прям Перед Прибытием Все-таки Радость Радости Не уменьшилась А только Прибавилась Видите У одного Плота У этого Финского Плота Растет Наверху Емко Пожелание Этого Архитектора А вот и шо он едет под сильнейшим дождем. А вот это туховый оркестр, при котором мы сделали отдельный плод из остатков понтонов. У нас остались лишние понтоны, и, в общем, оркестр моряков военных прекрасно себя чувствовал в любую погоду. И то делал свои трубы, несмотря ни на что. К нам причаливали туристы на байдарках постоянно. Постоянно кто-то приезжал, обменивался информацией. В общем, это было такое очень потрясающе запоминающееся романтическое путешествие, чего хотелось бы в городе Выкса. Следующий год. 2009 год. Мы уже не строим ничего на той территории, которая протекционирует парк Угра. Мы прыгаем на следующую территорию, территория расширяется. Она уже не столь красивая, и тогда у нас включается такой комплексный анализ. Уже мы думаем, как подходить к территории правильно, как комплексно подходить к освоению всей территории. Поэтому у нас появляется первый такой ландшафтный проект. Мы приглашаем партнеров из рубежа. В это время нам удалось получить грант Евросоюза, даже на день, который построил этот объект. В общем, этот парк тоже уникальный случай в России, когда в далекой Калышской области на деньги налогоплательщиков Европы сажается гречка и возводятся арт-объекты такого типа. Появляются уже какие-то площади. Объект Николая Полистского внизу, плетеная башня. Сверху электробутик, табло, такой воздушный порт. Когда такое табло из аэропорта ставят в лесу, такое напоминание о будущем. Что в будущем не будет никаких материальных препятствий взять и улететь прямо из леса. Только какой-то информационный узел. Дальше у нас расширилась территория. Мы очень боялись, что она распадется. Она уже гигантская. Поэтому мы пригласили театр. И уже работали с актерами для того, чтобы такими пластическими действиями соединить территорию. Чего мы будем делать и здесь. То есть, когда плоты будут пребывать и фестиваль открываться, в течение всех дней фестиваля, разные актеры, в том числе и местные жители, те, кто захочет, смогут принять участие в разных спектаклях. Где-то с 15 апреля у нас начнется программа театральная. Будут приезжать сюда несколько московских театров, которые будут работать... Это уже их задача. Они будут работать таким смешанным коллективом. И этот смешанный коллектив из Москвы и ВИКСы будет представлять разные перформансы на фестивале. Вот это вот первый план такой ландшафтный, который у нас появился в 2009 году. Анализ территории. Мы поняли, что если не ухаживать за территорию, то вообще все зарастет через 50 лет. И не останет никаких видов, ничего не будет. Поэтому за территорией нужно ухаживать. И нам удалось убедить Национальный парк Угра, что наша работа необходима. Потому что только тогда они поняли, что действительно мы правы. Что за парком нужно ухаживать и никакой нацпарк совсем не в силах уследить. И мы начали новую историю. Мы начали освоение нового пространства. Создав такую карту сначала. И потом на протяжении многих лет двигались к реализации этой карты. Красные точки – это самые высокие арт-объекты, доминанты, которые мы строили год от года. Следующий год – десятый год. Мы решаем вообще в этом году ничего такого особенного не строить. И несмотря на это у нас появляются такие ландшафтные проекты. Мостки Дмитрия Гутова, где написано «Тонко». Эти мостки соединяли два берега через болото. Или вот такой огромный 200-метровый круг из рапса, который сделал Василий Щетинин. Или вот такой вот домик, да, вполне тоже себе плод. Канады, которые связывали, такой вот драматически связывали два берега. Одиннадцатый год. У нас как бы такая новая задача. Народ уже приезжает, место на это известном. И мы понимаем, что необходимо уже планировать территорию с точки зрения быта. Появляются прекраснейших работ. Из них мы строим пять, хотя собирались построить только один. Но построили пять, потому что действительно очень много хороших проектов было. Нашли возможность это реализовать. И вместе с этими сараями появляется уже функциональное зонирование. Появляется кемпинг, появляется место, где люди живут долго на протяжении теплого сезона. Потому что появляются какие-то общественные территории, территории питания и прочее. Вот среди объектов искусства, это вот первый сарай, который стал выставочным залом. Второй сарай действительно стал сараем. В нем хранится все фестивальное добро. Третий превратился в такую парковую беседку. Обратите внимание, это сарай из цепей. В нем использовано 8 километров цепей. Видите, его стены. И когда к нему идешь, он немножко звенит. Очень приятное впечатление создается. Такое, в общем, такое вот как парковая беседка. Появляются общественные пространства парка. Появляются разные другие жанры. Там социологические исследования, которые исследуют поведение людей и искусство. Появляется кемпинг первый в Никола-Нитнифце, который тут же заполняется полностью. И вот появилась такая рецепция, которая распределяет потоки людей. Двенадцатый год. Это такой год триумфа, когда у нас большой инвестор появился. И, в общем, вкладывал в развитие территории. Строилась какая-то инфраструктура гостиничная, достаточно серьезная уже. Появились другие проекты параллельно. И, в общем, искусство это все отразило. Например, арка Бориса Бернаскони. Арка – это вообще очень триумфальная вещь. Она отразила некоторый такой вот триумф, да? Некоторую победу, что ли, над какой-то такой депрессивностью, неустойчивостью в развитии. Другой объект – штурм в небо. Сделан из трехсот лестниц. Это такой большой обелиск. Триста лестниц стремятся в небо. И последний объект, самый хитовый такой, да? Это вот батут. Батут из эстонского бюро «Фаст». Длина этого батута – 51 метр. Это самый веселый объект. Никто не в состоянии удержаться от смеха, когда идет по этой тропе. Потому что, когда идешь к батуту, ощущения совершенно неземные. Просто ноги сами прыгают. Нельзя идти как по земле. Мы одеваем его каждое лето, а на зиму снимаем. Поэтому увидеть его можно только летом. И вот еще отражение этого триумфа – это вот большие такие проекты, которые параллельно. А что они случаются? Это вот «Иселенский разум Николая Полискова». Гигантская структура. Вот видите, она такая вся медийная, мультимедийная. Но она сделана при этом из дерева и металла. Такие пропилеи гигантские появляются. Такой очень классический подход. Это наши фермеры, которые меняли прописку и приехали возделывать поля. И надо сказать, что все это время, начиная с 2012 года, они развиваются. Сейчас уже их продукция продается в Москве и, конечно, в Калужской области. Причем они очень прекрасно живут и развиваются. 2013 год. Мы снова ничего не строим, но мы представляем такую жизнь, такую активность на этой территории, предложив художникам продумать скорее не форму и архитектуру, а скорее, что же можно делать на этой территории, как можно ее исследовать, как на ней жить. Потому что территория необычная, это территория искусства. И вот художники предлагают. Во-первых, был такой трехдневный перформанс театральный, в котором участвовало 82 человека. Смешанная группа. Это были актеры и профессиональные актеры. И, кстати, местные жители, и волонтеры. Все, кто захотел туда приехать. Вот Валентин Цзин и Филипп Григорян, известный продюсер, сделали такой большой гигантский спектакль на 55 гектаров. Второй сюжет – это немецкий художник Юлиус фон Бисмарк бросал груз с высоты 15 метров, вызывая такое локальное взаимотрясение, как бы исследовал эту землю. Я ни в коем случае не призываю делать подобные вещи здесь, на этом конкурсе. Это просто для развития. Такие вещи достаточно опасны. А это проект летним лагерям, детского творческого лагеря, который появился параллельно с расстоянием и, в общем, напитавшись энергией этого фестиваля, превратился в самодостаточный и успешный коммерческий проект. Еще один проект «Ландшафтная школа», который мы сделали вместе с нашими французскими коллегами. И несколько раз за год мы запускаем туда студентов, обучая их, как относиться к ландшафту, как его видеть, как чувствовать и как с ним работать. Причем студенты не обязательно должны иметь образование ландшафтное, это могут быть люди самых важных специальностей. Следующий, 14-й год. Территория темы фестиваля «Здесь и сейчас». Мы приглашаем впервые иностранного куратора, попытавшись соединить местное и такое иноземное. Это был Ричард Костелли, французский режиссер, куратор. И продюсер. У нас появляются планы по созданию инфраструктуры, грандиозные проекты. И вот начинается этот 14-й год. Хочу обратить внимание на этот объект, потому что это вот тоже был конкурс. И победил этот конкурс компания «Полидизайн». Архитектор Владимир Кузьмин. Он сделал немножечко русскую вещь. В ней угадывается какая-то храмовая архитектура. Но она абсолютно современная. Это в то же время и конструктивизм. Одновременно с этим. И в то же время это такой экологический манифест. Потому что вся древесина, из которой сделан этот гигантский объект по высоте 22 метра, она спилена на делянке, зараженной караедом. То есть мы как бы тем самым жестом показали, что на ту проблему, что уничтожаются леса из-за караеда, на нашествия, нужно обращать внимание. Потому что лесничество не в состоянии справиться с этой проблемой. У них слишком слабые административные и вообще какие-либо ресурсы. Это нужно уже там мешательству гораздо более мощное, на федеральное или хотя бы о каких-то местных администрациях. И надо сказать, что это подействовало. Сам караед. Снова этот объект. Покажи еще раз караед. Вы все его знаете, видели. Можете даже принести. Они разных типов. Не разных видов бывают. А вы все-таки какой? Бруксенский. Я еще не видел. Лучше его и не видеть. Вот такой вот интерьер у этой вещи. Такая большая смотровая башня. Еще один проект, которым мы экспериментируем в разных жанрах. Здесь, в этой облачной кухне, проект облачной кухни, встречается и архитектура, и метеорология кухни. Облачная кухня. Это проект, где дизайн завязан с технологией приготовления пищи. А технология приготовления пищи завязана с темой облачности. С облаком. То есть, либо это ингредиенты должны быть особенные, либо приготовление необычное, либо форма конечного блюда должна быть какой-то необычной, облачной. И вот такой вот перформанс мы сделали в начале в парке. Через каждые полчаса это было красивейшее такое зрелище, когда французский повар открывал эту кухню, там появлялся парк, появлялся какие-то блюда, какой-то необычайной красоты. И вот все вот эти сложные устройства, они все служили для того, чтобы показывать и делать эту игру. Это были эскизы французского повара, а это уже блюда, которые позже перекочевали в кафе «Угра». Это уже российский повар адаптировал это меню и сделал потрясающие вкусные вещи. Вот это уже следующая очередь, до которой пока не дошли руки. Такие капсулы, похожие на облачка на 5-6 человек, куда будет подниматься веревочки под нос с блюдами, то есть без официанта, а потом чек, соответственно. Еще один проект, который соединяет тоже два жанра, это архитектура и образование. Это структура лабиринта, внутри которого 4 комнаты. В каждой комнате заложена определенная информация, определенная информация про это место. И эту информацию мы сделали вместе с детьми, которые воспитывались в нашем творческом лагере. Вот это, например, «Комната будущего». Здесь были 80 ленточек, на каждой ленточке было какое-то пожелание человечеству оставленное или территорию Николы Ленивца. Это «Комната мифов и легенд». Здесь вот большая фанерная книга, где ребята сочинили, действительно сочинили порядка 30 новых легенд и мифов по территорию. Очень показательный опыт был. Они придумали даже имена героев, даже какую-то такую собственную лингвистику разработали. Еще одна комната была посвящена экологии, это редкие растения в Калышской области. И одна комната просто ландшафта, там были осуществующие деревья. В проекте было задействовано около 120 человек. 15-й год. Орштайн и Звиши. 15-й год, как вы знаете, в мире, как бы, мир на поле, новая волна кризиса экономического, и мы не можем не ответить этому. Мы, как социально ответственный фестиваль, который изначально работал с местными жителями, и без них, в общем, этот фестиваль уже не фестиваль, мы переходим, отрываемся от нашей территории и переходим в деревню Звижи. Надо сказать, что в деревне Звижи живут основные все эти семьи, с которыми мы давно в контакте работаем, и они работают. Потому что, ну, в Николе это очень маленький день, там уже ни одного местного нет. В деревне Кольцово там одни дачники калужские. В общем, все, кто работает на территориях и кто-то еще остался, они все живут в деревне Звижи. И мы занялись общественными пространствами. Проанализировав территорию, мы выявили четыре точки, над которыми стали работать. Сильпо, въезд в деревню, сельский клуб и остановка. Надо сказать, что ни одна российская деревня теперь не может похвастаться вот таким вот шикарным входом в сельский клуб. его сделало бюро Ахпоинт, и вот он представляет, как бы такое, знаете, птицы счастья в деревнях делали, из одной щепки, разрезая определенным образом, да, появлялся такой вели. Вот какая-то такая ассоциация у них появилась, и надо сказать, что благодарны всей администрации, местные, конечно, довольны, что у них появилась такая знаковая вещь. Следующий сюжет. Муниципальная остановка. Деревня Звиша. Надо сказать, что остановка вообще в деревне это вокзал, как говорит наш художник Николай Полийский, из которого уезжают по всему миру. Любой житель приходит сначала сюда, потом уже отправляется в Кондрово, из Кондрово в Москву, потом из Москвы и далее, да, по миру. Кроме того, на остановке всегда тусуется молодежь, днем помладше, вечером постарше. это вот такой случай повсеместный. И тусоваться там стало опасно в этой остановке, за ней никто не следил, но и, в общем, конечно, ни у какого муниципалитета никогда бы не дошли руки заняться этой вещью, потому что и так много проблем. У всех есть нехватка дефицита и прочее. И вот что придумали мы. Это цистерна муковоза, авто-муковоз, который был разрезан, препарирован и в результате из него была сделана такая вот остановка с двумя большими глазами. Глаза – это, кстати говоря, работа уже другой художницы из Питера. Это два литража. И вот свидетельство лояльности местного населения отражается вот в этих глазах, потому что эти глаза до сих пор целы. Хотя, в общем-то, у каждого сельского жителя, каждый сельский житель может себе построить дом своими руками. Это факт. И, конечно, снять эти глаза ничего не стоит. Принести сюда гаечный ключ и все сметить. Но, тем не менее, вот просто эта остановка на виду у всех доказывает, что все-таки это дело было правильным. Еще один проект сельпо художник Николай Палиски обстроил руины магазина, который был уже никому не нужен и уже 20 лет он, конечно, был в обстоятельных руинах. А сейчас получился такой вот французский замок, построенный из деревянных брусков. Видите, техника. То есть металлические штыри, а на них как на шампуры на насаженные бруски деревянные. И подсвеченные изнутри. Очень хорошее это действие, особенно подсветка, когда едешь глубокой ночью по плохой дороге, 20 километров тебе ничего не встречается и вдруг ты видишь какой-то светящийся, манящий огонек и это как раз вот это вот сельпо. Это очень приятно, когда в деревне появляется свет. Еще один проект, который сделан известнейшим архитектором Сергеем Чопаном в музее сельского быта. Это такой похожий на болт, такая конструкция внутри пола, которая была облицована земляной штукатуркой. Здесь он экспериментировал с такими народными средствами, народными материалами. Земляная штукатурка. Если снаружи он такой вот неприступный, то у него есть маленькая дверь и можно попасть внутрь. И вы оказываетесь в таком удивительном пространстве, в котором висят разные предметы сельского быта. Вот он назвал этот объект в музее сельского быта. Также фестиваль проходит всегда при поддержке местного населения. Мы всегда выходим на диалог с населением. И разные художники приезжают работать сообща. Вот две немецкие женщины IT-шиттерс и бабки Фенстер. Они, например, выявили такой потенциал, как очень хорошая глина. И устроили мастерские по производству керамической посуды. Сейчас в деревне Звижи есть печка, сложная всеми вместе, совместно. И каждый там время от времени делает вот такую керамическую посуду. Также разные практики с детьми, которые мы также будем налаживать и здесь. И вот практика этого года была хороша тем, что мы пригласили очень хороших преподавателей и соединили их с местными преподавателями. Это была практика хорошая не только для детей, но еще и для самих педагогов. Потому что такое общение цеховое, оно тоже очень важно. Народные промыслы. То есть мы инициировали некоторые такие еще коммерческие вещи. Местные жители мы прошли, собрали отклик в каждом доме и пригласили всех участвовать на фестивале в большом столе, который был протянут во всю длину улицы. И когда туда пришли уже местные жители со своими вещами, кто с чем? Кто-то там какие-то казалось, что кто-то шьет какие-то потрясающие ковры, мы даже не знали. Кто-то пишет картины удивительные, а у кого-то есть залежи каких-то антикварных вещей. Это было так необычно и интересно, и надо сказать, что достаточно много чего купили у этих жителей. Эта акция удалась. Следующий год, последний, это июль прошлого года. Тема убежища, мы продолжаем тему кризиса, но только ее инвертируем в ту сторону, что если в мире уже некуда прятаться, то Николай Ленин изначально был таким убежищем, но убежищем для художников. Туда сбегали, и для того, чтобы успокоиться и как-то проникнуться духом и там творить. А сейчас это место уже освоенное, туда ездят туристы, очень много людей туда приезжает в течение года, и вот художники интерпретировали эту тему по-своему. А так, например, Грина Корина сделала такую большую шишку из полицейских щитов. Бюро Ваухаус сделало мост, соединяющий два берега через болото, а в центре болота уже не рукодельное убежище, сейчас я вам покажу, да, это хатка бобра, то есть тоже объект искусства, хотя он автор его бобры. наиболее наиболее такой известный психолог сделал камеру, где соединил разные телеканалы со всего света, там, и Джазиры, и Евроньюз, и американские какие-то, и российские телеканалы, и все вместе это, конечно, сводит с ума, потому что информация абсолютно разная, если все послушать. Он считает, что информацию нужно прятать от человека, а не человека спасать. художник Дмитрий Коварга сделал такую вот вещь из полимеров, такую все сморщенную, такую пианическую штуку. Так, ну что, еще расскажу про еще про один проект, который связан больше с детьми, но он находится на Большой Полке, это Ростайне Детская, здесь тоже есть разные моменты, которые можно почерпнуть, это такой небольшой островок, который мы освоили в 2015 году и создали там такой эко-парк, там же все объекты практически были созданы из эко-материалов, вот такое гнездо для детей, тамарески, какие-то ежики, такие вот чумы, сто семь человек и прочее. И последний проект, на котором я хочу консенсировать внимание, в связи с тем, что ну как бы как вот искусство что может являться искусством. Это проект Парк Минное впечатление в Краснодарском крае, где разных, мы пригласили разных художников, и вот были представлены такие проекты, например, этот павильон бетонный, он со струнами, музыкальный павильон, пусть туда каждый желающий может подойти и поиграть на струны. Или вот, смотровая площадка Татана из Кузенбаева, это просто такая капсула над лесом, которая сделана из поперечных таких вот пластиковых элементов. Или вот, например, такие камни, на которых выбиты цифровые всякие композиции, такое застывшее, окаменевшее время группа Электробутик. И, наконец, я хочу перейти к теме конкурса «Плод мечты». Так, я надеюсь, что я немножко какой-то диапазон раскрыл, да, и теперь, наконец, уже о деле поговорим. Скажите, кто когда-нибудь вообще плавал на плоту? Так, оператор плавал. Отлично. Лодка не считается. Классно. Ну, значит, уже есть опыт и уже такое есть понимание, что это вещь тяжелая такая, небыстрая. Хорошо. А кто бы мечтал, на самом деле, чтобы в Иксе были какие-то такие вот плавательные вещи, чтобы можно было как-то на них, не знаю, валяться, там, сидеть, наблюдать? Есть такая мечта? Есть. Хорошо. Понятно. Тогда поговорим о мечте, собственно говоря, потому что, как говорите, мечте, я не знаю, но я покажу просто еще несколько примеров, которые, на мой взгляд, могут тоже сдвинуть какую-то работу. Вот, например, проект 2016 года известного художника Кристо и его супруги Жан-Клод. Это в Италии на озере Изел. они протянули трехкилометровый плавающий пирс, ширина которого была 16 метров, и он составил из 200 тысяч пластиковых понтонов, которые были сделаны специально, конечно, для этого проекта. Это такая кигантская вещь, которая соединила два берега и остров. То есть внезапно за один день люди могли совершенно по-другому взглянуть на воду. Они могли пешком дойти до этого маленького острова, на котором находилась цирковушка. На самом деле организаторы планировали этим действием привлечь до 500 тысяч туристов, но уже на пятый день этой акции город посетило больше 270 тысяч. То есть потом к концу лет зашкаливало вообще количество посетителей. Вот эта вот тканная поверхность, она стиралась, ее ремонтировали чуть ли не через каждую ночь. На столбы шли и, конечно, здесь гигантские. То есть это вот тоже искусство, которое привлекает людей, которые работают на развитие этого города. Потому что за этим уже идет что? за этим развивается кафе, развивается гостиница, развивается автослужба, такси и много-много-много всего. На самом деле наша задача, наша личная, это не ваша задача, но мы хотели бы своими действиями сделать что-то подобное, чтобы в Иксе случился некоторый бум. Еще один проект это ежегодный фестиваль, который проходит в Нидерландах по мотивам известного средневекового художника иронима Босха. То есть каждый год художники и все желающие делают какие-то водоплавающие конструкции, которые потом сплавляются по реке. Вот, видите? Причем это разные жанры, здесь и архитектура, и театр, люди с головами странными здесь. Кто-то какую-то механику использует, звук, например, здесь тоже что-то поет такое, и все это проходит очень загадочный текст. Я вам сейчас покажу видео. 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 Вот такой вот задевай по мотивам Босха проходит каждый год в Голландии. Кстати, в следующем году его не будет. И у Вексы есть счастливый случай заменить этот фестиваль и привлечь на себя не только российское внимание, но еще и международное. Еще один проект это такая мусорная флотилия американских художников. Много раз уже делали такие мусорные плоты разные и на них путешествуют. Конкретно вот эти три плота они плавали клинеться и осваивали разные берега славения. Художники объясняют, что это им нужно для вдохновения. Действительно, это очень вдохновляет, когда ты плаваешь куда-то в красивые места. Там, где приставали эти плоты, везде возникали музыкальные площадки, какие-то концерты появлялись и всякая интересная активность. статусы, еще вот один такой проект, я не призываю делать такие скейт-парки, но просто здесь что понравилось, это такая очень ясная вещь для кого-то, для таких скейтбордеров, фанатов, которые любят скейт, любят все такое очень необычное, экстремальное. просто есть адресность у этого проекта. А вот у этого проекта есть легенда. Легенда она именно про связанную с идеями Дэвида Таро, книгу Олден «Жизнь в лесу», про такие романтические истории, когда люди уединяются и живут вдалеке от цивилизации, строят себе какие-то хижины. Вот в этой книге как раз описывает такой сюжет. А это такая уже современная интерпретация, которая была реализована в 2015 году. А вот собственно те понтоны, прототипы этих понтонов, которые мы предлагаем к использованию наших конструкций. То есть вот видите это модуль 50 на 50 сантиметров и из них можно набирать абсолютно любые конфигурации. То есть все читали задания на конкурс. Кто не читал задания на конкурсе на сайте artovrac.ru? Никто не читал. Так, что же вы тогда здесь сидите? Надо срочно прочесть. Надо срочно прочесть. В общем, что я хочу сказать, что вот эти понтоны, из них возможно делать любые конфигурации. Если у кого-то будет идея, например, ему не нравится квадрат, про который там написано в задании, базовая форма 8 метров на 8 метров. Это максимальный размер в плане. Это платы. То есть это максимальный размер. То есть больше он не может быть никак, меньше может быть. Вот там наверно меньше, чем 5 на 5 он тоже не должен быть, потому что это будет уже слишком маленькая конструкция. вот диапазон от 5 метров до 8 метров. Вы можете творить совершенно спокойно. Вы можете нарисовать вот такой плод, например, длинный. Если захотите. Можете рассказать, какой форме люди могут прислать себе заявки? Ну, подожди, я сейчас расскажу конструкцию, потом мы поговорим о форме подачи. Да, например, 5 на на 7 метров можете сделать плод, да. Диапазоны там описаны достаточно подробно, то есть вот модульность у нас кратная вот этим полуметром, полуметром все понтону одному, да, то есть 5, 5, 56, 6, 57, 58. А круглый, пожалуйста, вы можете сделать круглый плод, только вам надо прорисовать вот эти вот понтончики, и вы поймете, что у вас круглый плод превращается вот какой-то такой, какой-то такой вот готик, да? Он может быть с дверкой. Ну да, да, вот такие конструкции мы будем скорее всего выбирать какое-то количество понтонов, но тоже экономно подходить к вопросу, потому что грузоподъемность вот эта конструкция она там если 8 на 8 сделать, это 22 тонны, нам такая не нужна подъемность вещей, нам нужно там 10-12 тонн и максимум, то есть максимум, да, тоже, если мы нарисовали квадратный плод, то скорее всего у него могут появиться какие-то дырки внутри, которые мы просто, там будет водичка, эта водичка никак не влияет на вашу идею, потому что сверху все равно будет деревянная палуба, на которой уже и будет находиться верхняя часть, то есть автобъект ваш. Вот, вот как они крепятся, вот эти понтоны. Ну, тут примеры конфигурации опять-таки показаны вот эти плавучие понтоны, сверху деревянная палуба, да, и к ней, на ней уже может, вы можете придумать там еще одну палубу. Но смотрите, не делайте слишком высоко, потому что тоже платы будут рассчитываться на остойчивость и, как бы, какие-то параметры придется сокращать, уменьшать, потому что платы будут проходить еще некоторую экспертную оценку, вот, и, конечно, если есть понимание, что там вещь может перевернуться, если она невооруженным взгляду видно, что она может перевернуться, потому что она очень высокая, у нее там она по высоте в два раза выше, чем по ширине, то, конечно, такие вещи, они не пройдут, их надо избегать. вот, вот, например, один из примеров конфигурации с выбранными внутренними дырками, но, на самом деле, то, что там, на чем это плавает, это уже наша задача, мы это сами придумаем, потому что, в принципе, это достаточно универсальная вещь, а ваша задача придумать верхнюю часть. Собственно говоря, вот о чем я хотел сказать, еще хочу обратить внимание на то, чтобы у каждого такого плота была какая-то обходная галерея. То есть, опять-таки, вот, например, берем какой-то прямоугольный плот, кто-то захотел сделать этот план, да, важно, чтобы вот этот вот пунктир, это место вашего объекта, а вот это вот, это нужно для того, чтобы где могли управлять этим плотом. То есть, где-то можно вставить какие-то уключенные и на них весла посадить. То есть, вот это расстояние, вот это расстояние должно быть где-то порядка одного метра. Чтобы на погодой полу. Да, да. Кстати, если есть у кого-то здесь корочки хребростроительного института, или кто-то работал в таких компаниях, то буду очень пообщаться после лекции. Город, ядернула вашу, не шеверское. Что? Ни у кого-то не ремонт и на вашу. Тепло. Что-что? Не слышал? Но по высоте вы следите, чтобы ваш плод, да, условно, чтобы он ни в коем случае не был выше, чем вот это расстояние, чем расстояние его длины. Понимаете, да? Что если вот это расстояние поставить сюда, он должен быть ниже, чем это расстояние. Иначе такая конструкция, она имеет большую парусность, она может просто упасть. Парусность, правильно? Парусность, это большая поверхность, куб, да, вот если у нас такой построен, то если сюда падает ветер, небольшая творчество, он будет давить в ту сторону. То есть вот это и есть парусность. Как это объяснить простыми словами? Перевернутся, перевернутся. Конечно, да, вы тоже думаете. Но все равно самое важное это, конечно, идея, да. Дальше мы можем, все равно, если мы что-то выберем, дальше будем работать с этим проектом, чтобы, если он понравится, так, чтобы уже вжимать в рамки реализуемого. Да, то есть он будет проходить некоторую рекомендустерную оценку, возможно, что-то в нем изменится. Вот. Просто если он попадет сразу во все, как бы, еще и каноны такого речного производства, да, то просто этот процесс пойдет быстрее и будет больше шансов, что эта работа победит. Критерий отпора следующий. Нам, конечно, важно, чтобы это была какая-то очень яркая вещь, вызывала вау-эффект, то есть чтобы это была форма очень необычная. Нам важно, чтобы было продумано некоторый сценарий внутри, чтобы там человек мог сидеть, наблюдать какие-то новые сценарии, как к нему находиться в такой территории. Не пиво же пить, которое запрещено в своих других местах, потреблять. плод. Получается, вам можете придумать арт-объект конечно, Чтобы это было в другую вещь, как же вверх хотите сделать. Да, кстати, еще один момент, что в результате экспертизы плод могут обязательно сделать руленые устройства, рулевое устройство, огни сигнальные и спасательные круги. Ну, про спасательные жилеты у нас это написано в задании, в положении, что там на всех, кто в эту плату должен быть ящик с этим спас-жилетами, так что почитайте задание повнимательнее. Некоторые такие специфические речные вещи могут появиться на плату после экспертизы. Поэтому, если кто-то знает речной регистр, то сразу их задумывайте, сразу их закладывайте, например, рульные устройства. Я готов ответить на вопросы. Очень надеюсь, что есть вопросы у зала, потому что рассказать я могу, но мне будет проще, если буду отвечать на вопросы. Да. Какой флот пишет финал зарядки писать? Ну, там сказано положение, то есть рисунков или чертежей, тех, кто умеет чертить, рисунки должны отражать фасад, план, два фасада и план, и какой-то перспективы или акционометрию. Вот этого объема достаточно, да? Ну, конечно, постарайтесь подать это красочно, чтобы ваша работа выделялась, чтобы ее можно было публиковать, чтобы это были не по черкушке, а все-таки какая-то картинка. То есть, эскиз тоже? Эскиз, безусловно, да. С размерами? С размерами, обязательно, габаритные размеры там должны быть. А материалы надо указывать? Материалы надо тоже указывать. А если вам понравится место, например, если идей много, у нас есть жюри, жюри будут решать. Я тоже в состав этого жюри пошлю. Сколько проектов? Может, этот человек может подать несколько работ. А сколько максимум? Ну, сколько угодно. Возьмите себе псевдоним и наздавайте. Возьмите себе псевдоним. 12, по-моему, у нас не было такого возраста. 16. От 16 и старше. 18 есть, если кто-то младше, если кто-то младше хочет участвовать, то с взрослым представителем. Скажите, а вот эти несколько плотов потом, кто будет обслуживать, когда они уже будут на... Смотрите, здесь история следующая, что мы их передаем администрации, дальше администрация разыгрывает конкурс на того, кто будет эти плоты содержать, за ними ухаживать. Ну, то есть, это прям условие, что она правильная. разыгрывает конкурс, кто будет содержать. Или так, мы поставили ребят, а вы дальше как-то... Ну, смотрите, первое время, поскольку процедура это долго, то возможно, что там, первый сезон, это будет по-другому, по-другой схему, но позже эта схема будет сделана в любом случае. плод будет строить тот, кто выиграл этот конкурс, или это будет отдельная какая-то группа людей, профессионалов? Конечно, с участием выигрывшей стороны мы очень хотели, чтобы команда, которая выигрывает конкурс, принимала непосредственно участие в строительстве, но, конечно, мы не можем это обвязать, потому что мы все умеют строить вместе команды, которая на этом специализируется. То есть это будут, ну, скорее всего, это будут подрядчики от нас. Скорее всего. Но мы рассматриваем предложение любое, потому что если какая-то художественная вещь, как, например, мусорные плоты, которые я показывал, это очень сложно сделать кому-либо на стороне, да, это гораздо... Это авторская вещь. Мы лучше автору заплатим там за реализацию еще, чем объяснять подрядчику, как клеить мусор или как доски присоединять криво. А вот сам художественный смысл про арт-объекту, то есть что-то под собой должен вести, допустим, какую-то основу, и все произвольно подлило по замыслу непосредственно архитектора, скажем так. Да, это ваш замысел, абсолютно. И это ваша легенда, то есть вы можете прописать записки, но нужно нагружать там прям литературой излишней, это, да, это же все-таки не литература, но, как говоришь, какая-то легенда, какой-то образ... Какой-то искусств. Да, да, безусловно. Какая-то философия, да, почему... Ну, объяснение этой формы, почему он такой, ну, как бы, если этого объяснения нет, может быть, какую-то серию эскизов, да, сделать, показать, а так раз уж... Ну, да, ведь изобразительное искусство уже, оно же не требует пояснений, умств, если вы сделаете такую картину, которая не будет требовать никаких вкусных пояснений, отлично. Но заявки то же самое, то есть, концептуальность, то есть, это... то есть, должно все отписываться, то есть, в любом случае. Да, да, спасибо. Антон, спасибо большое за рассказ, очень интересно. А скажите, сама команда в усилении что-то приготовила, или это будут только платы, которые представляют новые жители, вот, выксы, либо у вас тоже есть какие-то задумки, свой плод, который вы ставите? что-то есть на кредитах? Что-то есть на кредитах? Если всех проектов, которые будут представлены, не будет в тот же поле подходить, у вас что-то есть на кредитах? У нас всего мы планируем пять платов. Четыре из них мы готовим с архитекторами и художниками, причем такими достаточно известными, то есть, выигранный плод, он встанет в один ряд с выдающимися художниками современности, можно так сказать. Но вы этого не бойтесь, это не как бы ничего, то есть, это конкурс для вас, да, и мы будем рады, что какая-то вещь выиграет и будет здесь плавать, и займет достойное место в ряду с теми плодами, которые мы готовим. защита плодов как-то происходить будет, я это к чему веду, к примеру, я чисто гипотетически нанимаю человека, мне выкснулся, он мне делает конфетку, я выдаю его за свой, выигрываю, реализовываю, все красиво, но по факту делал не я. А если меня, скажем, спросить, защити этот плод, то есть, больше вероятности то, что я не смогу это защитить, потому что я как бы его не делал, либо расскажу победу. Андрей, очень насущный вопрос. Я, конечно, не право. И ваше поле ответа, что вы хотите залезать в интернет, заполучить какую-нибудь идею выдуматься свою. Да, такое тоже бывает, это ваше авторское право, вы можете выступать, как вы хотите. Можете пригласить сюда, не знаю, Нормана Фостера, например, в команду, это будет очень круто. Понятно, то есть, по факту, выиграют, как бы не выиграют. Все равно. Твое право, Андрей, пригласить кого угодно в свою команду. Нам важно, чтобы ты отвечал за то, что ты представляешь. Если у тебя в команде будет Норман Фостер, у вас будут большие шансы. еще вопросы? А сколько в команде нужно человеку называть? Нету, нету таких установок даже. Сколько, сколько нужно для создания идеи? Главное, чтобы не мешались люди, команды, чтобы это была команда все-таки, они понятны были. у меня есть несколько добавлений. Надо сказать, что мы архитектурное тоже бюро, и мы будем сопровождать каждый плод проектной разработкой. Поэтому, если вы даже что-то не знаете, не понимаете, присылаете просто эскизы, хотя бы с габаритными размерами, то мы поможем вам разработать уже архитектурную проектную часть, по которой уже строители будут устроить. В этом смысле вы и не будете. Вот, мы будем сопровождать каждый плод такой документацией. На сайте Артавраг все написано. Там есть форма заявки, имейл, там даже есть прекрасная Юлия, наш координатор конкурса, Юлия Баськина. Юлия, Юлия Академия хочет представить Юлию. Юлия координирует конкурс, живет в Иксе, и, в общем-то, собирает все работы. Там на сайте есть почта, телефоны. Сколько надо владеющих писать, сразу не узнаю, кого вращают. Вот. Поэтому можно задавать вопросы, мы уже там внутри обсудим это и ответим. Юлия собирает все работы перед этим дальше жюри. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А три? Нет, ты не участвовешь, к чему это произошло? Я сделаю команду, субтитры, 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 субтитры. Мы будем очень рады, если действительно инициатива в Иксе будет в том числе включать в себя сбор команды соседних городов, например. То есть вы действительно с твоей командой можете взять любую. Главное, чтобы инициатива происходила от жителей Иксе. И очень важный еще критерий, это, конечно, не долговечность, потому что мы хотели бы, чтобы эти плоты стали таким лейким видом водного транспорта города Викселя, потому что это будет действительно все передано на баланс администрации, она это будет хранить, разыгрывать конкурс среди местного бизнеса, кто их будет содержать и кто им будет управлять. И, соответственно, хотели бы, чтобы это каждый год украшало пруды Викселя, прудов, как известно, много. Еще вопросы? Имеет значение количество людей? То есть, может, один даже сам человек участвует? Может, да. Не будет ли это иметь значение? Не будет иметь значение, нет. Имеет значение идея, образ и реализуемость. Понимаю, что тот человек, который выиграет, он должен быть готовым стать медийной личностью, известно. Давать интервью, участвовать в круглых столах, общаться с известными художниками, архитекторами. как бы, по пожеланию, конечно, но, тем не менее, вы будете, как бы, действительно, такими медиаперсонами 17-го года. «Амаду» «Амаду» Друзья, еще вопросы? Друзья, еще вопросы? В жюри входит, кстати, мэр города, в жюри входит также Татьяна Канина, в жюри входит Ирина Седых и вот я. И еще добавится один участник жюри. Пять человек, пять мнений, будем выбирать. Если вдруг действительно идея вашего плата будет отражать как гранитичность процесса, то это, конечно, пожалуйста, ваше право. Ну так, нам нужно создать, все-таки, как бы такое яркое украсочное разнообразие, как бы, да, и остановиться, и списывать тот ряд, который существует, каким-то ярким образом, наверное, основной предмет. А можно еще один вопрос? Много разнообразие, но это концепция одна, там, скажем, там, рог там на 90 градусов, а 45. Здесь очень много нюансов. Материалы, как это нарисовано, как описано, много вещей, понимаешь? Может быть, три единорога будет или пять, я не знаю, но да, это сложная задача выбрать одного единорога из пяти. Придется это сделать. Ну, в общем, кто креативнее оформит единорог? У меня вопрос, а будешь ли ты показывать как-то те плоты, четыре остальные, которые вы делаете профессионалы привлеченные? Да, у нас сейчас тоже готовится параллельно. Это четыре плота, из них несколько плотов, мы уже, один, вернее, мы уже вот выбрали между собой, в своем коррективе и согласовали. Вот, я их не хочу показывать, на самом деле, чтобы не было каких-то... Как раз вот для этого, да, чтобы вы не служили отправной точкой для ваших размышлений, ну, потому что они уже... Так что эти плоты мы опубликуем уже после подведения итогов конкурса. Все, спасибо. Спасибо большое вам. Я, на самом деле, возлагаю большие надежды на детей, потому что они очень нестандартно мыслят, и они могут тоже участвовать, быть в командах, при условии, что их представляет кто-то из родителей. Поэтому, дети дорогие, пожалуйста, тоже фантазируйте, я уверена, что ваша идея не выше, чем у взрослых. Хотя, ну, в общем, все равны здесь, неважно, сколько кому лет. Спасибо. Спасибо.